Привет, друзья! Сегодня речь пойдет о мото-перчатках Alpinestars серии GP Pro 3. Я уже второй сезон беру себе такие перчатки. Первые еще не сносила, но на всякий случай взяла себе вторые. Расскажу вам об их преимуществах. Вообще тут много очень нюансов, на которые стоит обращать внимание при выборе перчаток. Начну с самого важного, что тут есть защита запястья. Я вообще сторонник носить длинные перчатки, потому что при падении часто задираются рукав, расстегивается молния. И как бы запястье у нас достаточно тонкая история, поломать тоже очень легко. Поэтому если есть вот такая крупная жесткая защита запястья, то это достаточно эффективно при каких-то крашах. Далее здесь есть второй нюанс. Вообще, если вы замечали, большинство перчаток спортивных Alpinestars делают с сшитыми двумя пальчиками, мизинцем и безымянным. Вопрос на засыпку, для чего это нужно? Вообще при падении очень часто какой-то из пальцев крайних соскакивает. Обычно это мизинец. И может так получиться, что рулем или крепоном палец будет прихлопнут. Вы знаете, я не раз слышала историю о сломанном пальце, когда человек достает из перчатки руку, и у него пальчик повисает просто. А слышала даже такую историю, когда не находили фалангу пальцев, ну просто куда-то она делась поломанная. Так вот, сшитые между собой пальцы перчаток позволяют нам руку держать более собранно. То есть не растопыривать пальцы при падении. А тут у нас пальцы сомкнуты рядом, и вероятность того, что вы клепоном или рулем себе отобьете палец, очень минимальная. Во всяком случае, у меня при падении... У меня стерлась защита на вот этих фалангах, у меня здесь защита на этих фалангах стерлась. То есть, ну как бы, происходило еще и скольжение. Поэтому вот я сейчас плавно перехожу к вопросу о том, что защита косточек просто необходима. Я не понимаю людей, которые ездят просто в кожных перчатках без защиты фалангов пальцев, без защиты суставов. Просто восстановить руку, ну, практически невозможно будет в том виде, в котором вы родились. Поэтому лучше, если перчатка будет вот с такой защитой. Касательно Alpinestars GP Pro 3, внутренняя часть у нас с одной стороны и укреплена, но при этом они позволяют руке двигаться, чувствовать ручку газа, чувствовать все рычажки, все пальчики чувствовать. То есть, несмотря на то, что перчатка достаточно так сильно укреплена, ваша рука не теряет чувствительность. Ну, вот, чтобы вы понимали, например, у меня, видите, мозоли на руках. За счет того, что я много тренируюсь на треке, даже через такую перчатку, да, чувствительность руки сохранена. То есть, у меня рука не похоронена там полностью, да. Как бы, если даже мозоли есть, это говорит о чем? Говорит о том, что рука все чувствует. Рука чувствует ручку газа, рука чувствует рычажки сцепления и тормоза. Также здесь есть перфорация, то есть, руки, в принципе, не потеют. Наверное, это тоже важно. На тренировках это не особо замечаешь, но в городе, если вентиляции нет, то будет, конечно же, заметно. Также здесь двойная застежка из жесткой защиты запястьев и маленького хлястика, затягивающего по величине вашего запястья по руке. То есть, ну, все мы помним, да, что экипировка должна сидеть плотно, не болтаться на вас, иначе какой у ней смысл, если она спадет при падении. И еще что интересно, что... Сейчас я уже девочковой добавлю, ладно? Что в этом году эти перчатки вышли не только там в черном строгом цвете, но их можно было взять вот в таких интересных тонах, черно-красных. Если вы видели предыдущие мои ролики про шлем, то вот к шлему они замечательно подходят. Наверное, все на сегодня, что я хотела рассказать. Друзья мои, я надеюсь, что вам было интересно. В следующих видео я обещаю рассказать еще что-нибудь полезного. До скорых встреч, удачи на дорогах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова